Всем привет! Коллеги, сегодняшнее видео посвящено снова инструментам разработчика. Так или иначе, меня спрашивают, гид, какой клиент вы пользуетесь? Но также встречаются вопросы в поводу того, что такое гид. Я решил сделать некоторое ознакомительное видео, показать, в принципе, как это работает. Ну и, в общем-то, давайте приступим. Для начала, пару определений. Итак, гид – это распределённая система управления версиями. Придумал её Linux Tokwalt. Tokwalt, который разрабатывал Linux, в общем-то, система была представлена, как вы видите, 7 апреля 2005 года. И система управления версиями в основном используется в среде разработчиков. То есть программисты пишут тексты, так как их, может быть, много разработчиков работают на одном проекте. И вот эта вот система гид позволяет их склеивать в один проект и при этом разрешать конфликты, автоматически склеивать файлы. В общем, надо сказать, что ещё существует другая система, которая называется TFS. Их разница принципиальная в том, что гид является распределённой системой, то есть на каждом компьютере может быть свой гид-сервер, который может иметь доступ к другим серверам. То есть распределённость в своём роде хранения вот этих вот точек, так сказать, гида, да, то есть где может храниться распределённый код, то есть версии. А TFS является централизованной системой. Это их основная разница. В общем, что могу сказать ещё. Система может использоваться и в других местах. Ну, например, где работа с текстом и где их множество авторов. Может быть, везде может использоваться вот система гид. Дальше, по порядку. Гид можно скачать на официальном сайте, который называется гид-скм. Ну, то есть я всё время его не забываю, как он называется. Поэтому обычно в гугле пишу гид-даунлоуд. И вот мне показывается этот сайт. Текущая версия 2.24. Я использую Windows, поэтому скачиваю вот этот вот показанный клиент. Ну и, в общем-то, клиентов, как вы видите, может быть много. Вот эта ссылочка открыта. Не скажу, что я пробовал все, но большинство из них, да, скажем так. Вот я долгое время пользовался гид-экстеншеном и сейчас им продолжаю пользоваться. Ну, потому что система довольно старая, ну, поэтому навороченная и к тому же ещё и абсолютно бесплатная. Вот видите вот такую штуку. Я пользовался и другими системами. Они какие-то платные, какие-то не очень платные, какие-то половина функционала на платном, половина нет. Но вот в последнее время открыл для себя нового клиента, который называется Fork. Я в его примере буду показывать, как это всё работает. Система красивая, удобная, написанная на DAP-PF, значит, масштабируется под большие мониторы. Это на самом деле большой плюс, потому что, допустим, гид-экстеншен первое время вообще плохо адаптировался. Вот, да, там съехали кнопки или ещё что-то. Ну и, в общем-то, наверное, давайте начнём, да. Я вот эту фигню всю сверну. Смотрите, я открыл текстовой редактор. Это у меня обыкновенный Visual Studio Code. Ну и я вам покажу вот этот вот форк. Ну, на нём мы, собственно, игре и будем тренироваться. Итак, для начала что? У меня есть определённая папочка на диске D, как видите, в пакте-проекте TEM. Ну и самое время начать что-то делать. Но перед тем, как начать, я ещё раз хочу напомнить, что перед этим, конечно же, обязательно должна быть скачана сам сервер, гид. Потому что сервер должен быть установлен в системе, экзешник, установить. Я не буду показывать, как это делается. Думаю, если вы начинающий разработчик, то вы точно программу установить сможете. Также нужно установить один из этих клиентов. Я буду показывать на примере форк, но вы можете использовать любой. В целом, в принципе, управление у всех у них одинаково. И они теоретически могут делать все одно и то же. Ну, просто где-то удобнее, где-то нет. Ну и, в общем, давайте всё-таки начнём. Значит, для того, чтобы вообще начать какой-то код управлять версиями, нужно этот код создать. Допустим, я в папке, давайте в этой папке создам новую какую-то, давайте я назову project, вот так вот, project1. Ну и, естественно, нужно сделать какую-то инициализацию. Для этого можно использовать несколько вариантов. Первый вариант. Вот я запускаю powershell, как вы видите. И так как он у меня открылся как раз вот в этой папке, я могу здесь написать git init. Нажму enter и, собственно говоря, больше мне его не нужно. В папке git, вот project появилась папка git, она скрытая. Если у вас включен показ скрытых файлов, то вы увидите эту штуку. А если он не включен, вот как я сейчас выключил, то, соответственно, вы не увидите. Но, тем не менее, вот это git, это и есть тот самый, как бы сказать, тот самый, наверное, магия будет правильное слово. Ну, в общем-то, давайте теперь дальше. Для того, чтобы показать вообще, как это все работает, я создам текстовой документ. А, ну для начала, смотрите. То есть я создал вот этот вот project1, в нем инициировал вот этот git. Но также можно это сделать и другим способом. Например, я могу нажать добавить новый и здесь вот просто создать новую папку, да, вот так вот. И написать project2. Правильно написал? Правильно. Перейти в project2 и вот выбрать эту папку. И у меня теоретически должно сделать, проявить то же самое. То есть вот я вам покажу правку папка 2 и создалась git, как будто это магическая папка, да, которая будет все это хранить. На самом деле там лежит всякая всячина. И, ну, в общем, я туда не лезу, чего я вам не советую. Обычно там делать нечего. Ну и раз уж я создал папку 2, пусть будет папка 2, будем работать с ней. Ну и для того, чтобы показать, как это работает, давайте для начала, для самого начала создадим первоначальником документ. Пусть он так и называется. Странным именем документ под номером, собственно говоря, 1. И я вот сейчас его дабл-кликну, открою в системе. Да. Ну, надо сказать еще, частоты ради Visual Studio Code тоже поддерживает управление ГИТом. Вот, собственно говоря, она и видит мой документ на изменение. Но я буду показывать, демонстрировать на форке. В общем, давайте здесь напишем, это первая строка моей... Нет, давайте я все-таки буду правильно написать. Первая строка моей новой программы. Вот, допустим, я такой программист, написал какую-то строку, нажал сохранить. Смотрите, я сверну, и вот у меня появилась вот такая штука. Обратите внимание, у меня в ченджах, в ченджах еще некоторые говорят, в ченджах, то есть в изменениях появился один файл. То есть мне форк говорит о том, что есть в моей папке одно изменение, это название изменения, это вот документ 1, то есть название файла. И, в общем-то, она показывает, что здесь вот зеленым цветом было написано, какие изменения, собственно говоря, произошли. Дальше будет понятно, что зеленым цветом появляются новые, а красным цветом это удаленные места. Ну и здесь я могу, собственно говоря, нажать stage. Так, еще надо сказать про stage. Есть парочка полезных еще штучек, вот прежде чем конечные изменения файла попадут в систему ГИТа, то есть уже она будет запомнить их и будет ими управлять. Есть еще такое понятие как unstaged, то есть изменения, которые не были как бы переведены в состояние stage, ну как-то перевести по-русски. Ну то есть подготовленные, измененные, проверенные изменения, которые точно должны попасть уже в ГИТ. Ну и, в общем-то, я могу нажать кнопку stage, как вы видите, она перескочила, staged changes, то есть те, которые уже были проверены, подготовлены, если хотите. Ну, stage от слова сцена, ну как-то сказать там, по-русски там, ну чтобы в проекции вот этого, разработчиков stage, ну я считаю, что это подготовленные данные, готовые к отправке в ГИТ. Ну и, собственно говоря, рекомендую вам делать то же самое. Ну и, в общем, раз у нас есть stage, мне теперь нужно написать какой-то комментарий. Вообще, обязательность комментарий приветствуется, чтобы другие разработчики или другие писатели текстов, так сказать, могли понять, какие изменения были проделаны. Ну, я вот могу вот так вот написать. Можно писать по-русски, по-английски, в принципе, новый документ создан. Вот. Ну, комментарий писать обязательно, не обязательно, в зависимости от того, какие настройки в вашем ГИТ-креденции. Это может быть обязательно, не обязательно, и нужно, и не нужно, и длинные. В общем, в зависимости от того, в какой команде разработчиков вы работаете, может быть, там требуется или не требуется, description. Может быть, у вас вообще будет такой клиент, в котором выйдет просто многострочный комментарий, который... Ну, в общем, все зависит от того, чем вы пользуетесь, какие есть приоритеты. Я на этом останавливаться не буду. В общем, я нажимаю «Закоммитить файл». Посмотрите, что произошло. Вот здесь вот написано, что у меня был коммит. Коммит – это, так сказать, сохранение в базу, в вашу базу, в вашем сервере. В общем, на вашем сервере есть какой-то... Есть тот самый ГИТ, который вы установили отдельным файлом. Ну и, в общем, вот сейчас вот эти изменения хранятся в той базе, которая стоит на вашем компьютере. Дальше, смотрите. Если пробежаться по кнопкам, я вот специально не акцентирую внимание на всех вот этих кнопках, на всех этих бранчах. Я хочу просто понять, как... Хочу вам просто максимально по росту рассказать, как это работает. Смотрите. Давайте я добавлю еще одну строчку. Так, я сейчас напишу. Это вторая строка моей программы в этот раз напишу. Вот будет ли третья. Не знаю. Ну и, в общем-то, что мне теперь нужно. Я нажимаю «Сохранить». У меня автоматически появились изменения. Смотрите, теперь они показываются не зеленым, а желтым. Это значит, что файл был изменен. Более того, на предпросмотре сразу видно, какие были до изменений, какие после. Варианты просмотра, кстати, тоже можно переключать. Это практически во всех ГИТ-клиентах. Ну, суть в том, что вот был один клиент. Мы точно знаем, что до текущего, до сохранения была в нем вот эта вот информация. А после сохранения стала вот эта информация. То есть, мы видим, какие были изменения. Я нажимаю «Стейдж». У меня документ перескочил в специальное место. Я напишу «Еще немного кода». Ну, вот так вот написано. Я нажимаю «Коммит». У меня опять изменений нет. И, в общем-то, система моя опять готова к работе. Ну, а теперь давайте предположим немножечко другой вариант. Я, опять же, постараюсь для простоты эксперимента показать всю коллекцию возможностей. Но не углубляясь в подробности. Смотрите, допустим, у меня... Ну, то есть, смотрите. Во-первых, можно вот здесь увидеть все коммиты. Вот один, второй. Ну, так, наверное, плохо видно. Давайте я, наверное, сделаю еще какие-то изменения в файле. Давайте я еще сделаю изменения, чтобы было понятно. Я сделаю вот такое вот подчеркивание, да, якобы я сделаю. А вот и не угадал. Есть изменения. Ну, я предполагал, что не буду больше делать, но оказалось, что так не получилось. Ну, и как вы понимаете, вот у меня опять подсветился документ. Вот у меня были в предыдущем. Видите? То есть, я добавил... А вот уже стала в новом изменения. То есть, она показывает не все изменения, а только предыдущие. То есть, как было в документе и как стало. Более того, она в данный момент показывает, что вот этим вот красным было заменено вот это значение. То есть, она не говорит строчки, она не говорит буквы. Она говорит, что символы вот в этой строке поменялись вот на эти. Я говорю в стейдж положить это в изменения. И скажу добавлено... Что там написано? Набравильно. Добавил немного букв. Я нажимаю коммит. У меня изменения влетели. Теперь смотрите. У меня теперь вот новые изменения. Здесь видно, кто это изменял. Здесь видно, какие изменения были в коммете. Причем, при переключении я прям вижу, как создавался документ. То есть, изначально не было в документе ничего. Потом появилась первая строка. В следующем коммите я смотрю, что к этой строке добавилось еще три строки. И в третьем коммите я вижу, что у меня к этим трех... Одна, вот третья строка была заменена на вот этих вот три. То есть, вот таким вот выходом, то есть, вот такой системой, да, гид строит на основании даты изменений, строит вот такую вот линию, да, так называемую, как это, линию изменений, да, или, не знаю, граф. График изменений. Как это превращается в график? Очень просто. Смотрите, ну, во-первых, я еще хочу показать, да. Я могу выделить две разных через control, да. Ну, так работает вот большинство клиентов. Вот, по первую и последнюю. Смотрите, у меня показывается, что был документ, и его изменения были. Ну, вот смотрите, да. Вот я первый копирую сейчас, а второй вызываю сейчас. Она мне показывает, какие было от начала документа, то есть, на конец. То есть, от начала до конца. Если я кликну в обратную сторону, то она мне говорит, нет, в обратную сторону. То есть, сначала первая, потом вторая. Она говорит, что сейчас вот это, но изменится все вот на это. То есть, управлять вот этим текстом очень легко. Ну, и давайте поедем дальше. Во-первых, здесь вот удобно, ну, не во всех, скажем так. Ну, в большинстве, опять же, клиентов, скажу, есть такое дерево просмотра. Вот, и в нем видно вообще все файлы целиком, да. Ну, в некоторых клиентах можно нажать кнопку и сохранить как. Здесь вот нету, к сожалению. Ну, ладно, не важно. А в git extension есть. Я могу выбрать этот файл, нажать кнопку сохранить как, и он будет записан в том формате, который здесь есть. Более того, можно сделать, сохранить текущий гид как zip файл и развернуть его в папке. В общем, не важно. Это нюансы. Опять же, отключаясь от них, давайте другой вариант. Ну, опять же, есть у меня какие-то коммиты, есть у меня какой-то бранч. Ну, и смотрите, именование бранч, оно как бы тоже существует в какой-то такой концепции, которая определенная. Есть мастер, да, самый главный, есть девелопер, есть стейдж. Ну, это опять же такие абстрактные названия, вы можете называть их как хотите. Ну, и допустим, я позвал в мою вот группу разработки, другого разработчика, да, и он решил создать еще другой документ, и как это делается. Ну, во-первых, нужно нажать кнопку New Branch. Опять же, повторюсь, в каждом из клиентов, ну, то есть, их на самом деле такое большое количество, что вам нужно просто в данном варианте понять, какими терминологиями, какими терминами я говорю, чтобы вы будете понять. То есть, New Branch, создать новую ветку. То есть, у меня есть одна ветка, она мастер, вот, я уже из ней три сделала изменения, и сейчас вот новый разработчик пришел, делает новый бранч, который там называется задача. Ну, давайте я буду писать по-английски какую-то задачу, допустим, мой босс поставил ему, и задача номер один. И в задачу нужно создать, давайте прям вот так вот я напишу, создать документ, да, документ номер два. Обратите внимание, что есть специальные символы, которые нельзя использовать в названии бранча, например, пробел, ну, и в данном случае пробел заменяется автоматически на подчеркивание. Опять же, это все у нас зависит от настроек. И, в общем-то, здесь вот есть такое понятие Create и Checkout. То есть, Checkout, значит, не только создать, но и переключиться на него. Ну, и смотрите, у меня теперь в списке бранча появилось два. То есть, у меня как бы теперь две ветки создания, то есть, одного и того же, допустим, документа. Да, вот в этой ветке у меня есть документ, в этой еще нету. То есть, как параллельная вселенная, если хотите. Ну, и давайте переключимся, допустим, вот на 3View, чтобы видеть, что у меня есть документ сейчас и в этой, и в этой папке, потому что вот в этом выделенном бранче он является копией на текущий момент. Ну, и теперь, смотрите, давайте попробуем, допустим, переключиться на вот этот мастер. Смотрите, он стал жирненьким, если так можно выразиться. И теперь изменения я буду делать в нем. А теперь давайте создадим еще один документ. Ну, я вот создам его хитрым способом копирования. Пусть он называется 2. Ну, ладно, пусть называется документ номер 2. Я его открою, вот, и здесь делаю, это первая строка. Давайте сделаем так, чтобы опять не загромождать много текста. Это первая строка моей второй программы. Ну, опять же, тоже все, я прошу принимать это абстрактно. Смотрите, у меня, естественно, появились изменения в моей папке. И теперь она мне показывает, что появился новый документ, у которого ничего не было, а потом он вдруг появится в записи. Я нажимаю stage или здесь, или здесь, или здесь. Это опять же не важно где. Просто здесь они приходят сразу все. Вот, и говорю, что новый документ создан. Ну, и теперь смотрите, у меня в моей папке мастер, да, в моей бранче появилось два документа. Вот они показаны здесь. Ну, обычно здесь целое дерево показано, там, если их очень много файлов. А в этой ветке, как видите, этого файла нет. И теперь, смотрите, допустим, я, опять же, вот открою вот этот второй документ, да, то есть, я сделаю изменения вот в этом документе, который был первый. И смотрите, у меня показано, что я нахожусь в папке мастер. Ну, это очень важно понимать. И в этой папке мастер я заменю слово новый на простой. Я нажал сохранить, открываю форк. Смотрите, у меня появились изменения. Я нахожусь в папке мастер. Он четко отслеживает, в какой строчке и какие символы изменились. Оказывается, мне достаточно было заменить нов на прост. И она бы мне, в общем, понятна, да, то есть, у меня есть изменения. Я теперь нажимаю поставить стейдж. И у меня в папке мастер в документе один появились изменения. Я говорю, изменил текст. Нажимаю сохранить. Ну, становится коммит, если хотите. Вот. Ну, и, в общем, что у нас появилось. Смотрите, вот эти вот бранчи, которые пока, то есть, вот эти вот коммиты, да, так называемые записи, то есть, коммит, это запись в мастер, запись в гид, да. Вот. И вот эти вот записи, как я уже показал, их можно сравнивать. То есть, вот, давайте покажу, вот был первый текст, вот второй. И здесь вот на самом деле, да, вот так вот сделать. Документ показан два, его вообще не было. Ну, в этом варианте, да, это правда. В документы один у меня тоже не было. Ну, вот здесь вот можно проверить, что у меня вот такие были изменения. То есть, прост на простой. И, в общем, даже вот так. А если сравнить предыдущие изменения, то тут как бы вот понятно, что сначала было простой, потом стало новым. Ну, и все интересности сводятся к тому, что вот этими документами можно управлять. Смотрите, я переключаюсь, вот так вот делаю, в другой бранч, то есть, в другую ветку разметия системы. Как вы видите, у меня документы в этой системе только один. Ну, и, в общем, если я теперь переключусь в папку и, допустим, создам новый документ. Ну, давайте я его создам номер 3. То есть, в другом бранче я его создаю, в другой ветке. И здесь напишу тестовый текст для слияния с другими документами. Не пытайтесь читать, что я написал. Ключовый момент понять, как это работает. Ну, и, в общем-то, как вы понимаете, вот у меня опять есть изменения в этой папке. Система говорит мне, гид мне говорит, что есть новый документ, не было в нем ничего, осталось это. Я говорю stage и говорю новый документ 3, да, ой, нет, 3 создан. Пусть будет новый документ, чтобы время сэкономить. В общем, смотрите, у меня теперь в одной ветке есть один документ. Ну, в данном варианте мне нужно переключиться на ветку. Это делается дабл клик. Смотрите, у меня пошло рисоваться дерево, так называемое, да, или, если хотите, граф. Где, собственно говоря, понятно, документ, какой был создан, кто из него сделал бранчик, какие изменения делал. И жирным текстом подсвечивается как раз вот то, что у меня сейчас мастер, но уже есть по времени, уже есть по времени новые изменения в другой ветке. Ну, и, в общем-то, суть этого гита, его возможности и его необходимость в том, что он может склеивать вот эти вот папки, вот эти вот документы и их содержимое. Вот это его призванная задача. Ну, и, в общем-то, давайте как раз сделаем, не хочется затягивать видео, но сделаем это по-простому. Смотрите, у меня есть, вот если я дабл кликну вот сюда, я бы еще вот что хотел показать. Смотрите, это важно тоже, мне кажется, что важно. Давайте я покажу вот таким вот образом. Когда у меня есть какая-то папка, в которой лежат какие-то документы, ну, иногда вот люди теряются. Смотрите, у меня здесь сейчас включена ветка task 1, в ней лежит первый и третий документ. Я переключаюсь на ветку мастер и смотрите, что происходит. У меня 3 меняется на 2, то есть мне система как бы виртуально переключает в другую ветку, в другое измерение, в котором находятся только 2 документа. 1 и 3, 1 и 2, да. Ну, и если вот дабл кликом позволяет систему переключать, вот этот гид клиент позволяет дабл кликом, я дабл кликнул, ну, и смотрите, снова 1 и 3. То есть у меня получается как бы две параллельные сериальности, да, в которой существуют разные документы. Ну, и вот опять же повторюсь, что суть вот этого гид клиента, то есть гида в частности, призвана к тому, чтобы уметь смерживать. Мерж от английского «мерш» склеивать, слияние, вот, она умеет склеивать эти изменения. Ну, и более тонкое восприятие того, чего в кого склеивать, потому что можно и вот этот документ вклеить, и вот эту ветку склеить вот с этой, и вот эту склеить вот с этой, то есть в зависимости от того, кто в кого вклеивается, те изменения будут вытолкнуты из другой, ну, или там, на... То есть, смотрите, если я вот здесь вот говорю, что у меня в документе 1 написано «нов», а вот здесь говорю, сейчас переключусь, здесь написано «другое», то есть если я вот эту ветку буду вклеивать в эту «мершить», то у меня вот эти изменения вытолкнут изменения из этого файла. Если буду делать наоборот, то вот эти будут заменены вот на эти. Может быть, это показаться очень сложным, но нужно к этому привыкнуть. Ну, и так, собственно говоря, у меня есть клиент, у меня есть, ой, мастер, и я буду вносить изменения. В данном клиенте, на самом деле, очень удобно. Я могу просто взять вот эти изменения и перетащить в папку, вот, и мне задастся вопрос, склеить вот эти изменения, то есть в мастер. Ну, или другие варианты, я пока на них не буду обращать внимания, если вам будет интересно, почитайте, посмотрите, очень интересно. Ну, вот пока вот такой простой вариант. Или, я сейчас нажму кнопку, откроется окно, где будет предложено, что изменения из, как она называется, из бранча, из ветки вот этой вот, который документ номер 2, будут внесены в мастер. И здесь используется разная система мерджинга. Ну, я вот обычно использую вот это, она создает дополнительный коммит. Я пока не буду это делать, я сделаю по-другому. Другим вариантом я могу нажать правую кнопку и сказать, я хочу вот эту вот папку смешить с мастером. То есть самое окно открывается, ну, уже, в смысле, более, не то, что не наглядный способ, а вот такой более программистский подход, если хотите, продвинутый, да. Ну, перетаскивать, конечно же, удобно. Ну, и, в общем-то, я опять выберу вот эту ветку. Разница, на самом деле, там очень большая, и в разных разработчиков, разных командах используются разные. Ну, в основном, 90% случаев я вот работал в командах, которые используют новый фастфорвард, который единственное, что создает дополнительный коммит. Ну, это уже нюансы, пожалуйста, не обращайте внимания, поехали дальше. Я нажимаю Mesh, смотрите, что происходит. Мой, моя ветка, вот эта, которая называлась документ номер 2, task 1, она, как бы, вот смотрите, склеилась, да, то есть перенеслась туда. Что мы имеем в конечном итоге? В конечном итоге мы видим теперь три файла, как вы понимаете. У меня две реальности ввалились в одну, которая называется мастер, то есть самая реальная реальность, если хотите. И в ней уже, как вы понимаете, три файла. У меня появилось второй файл, у меня третий файл, и они вот, теперь у меня вот эта ветка, она старше, то есть это более молодое время, то есть на несколько секунд. И, собственно говоря, это показывает, как это примерно работает. В общем, что могу сказать? Если вот эта вот техника вам интересна, в принципе, этот разговор можно продолжить. Ну, а так я, собственно говоря, показал все, что хотел, пишите письма.